Вчера вечером произошёл прорыв водопровода на улице Уборевича. Вода пропала у многих минчан в Октябрьском-Ленинском заводском районах. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Выясняются причины происшествия. Пока качество воды у минчан из-за случившегося ухудшилось. Поэтому в пострадавшие районы ещё ночью отправлены автоцистерны с питьевой водой. Их местоположение постоянно меняется. «Скажите, пожалуйста, какая вода у вас была, какая сейчас?» «Сейчас вода идёт у нас с кранов. Довольно чистая. Немножко промежутками была такая ржавая. Но сейчас вроде бы ничего. И тёплая вода пошла. А вчера вечером, я даже не знаю, но к часу ночи уже вода была у нас в доме. Сейчас напор есть. Всё хорошо пока». «Сейчас все утром помылись на работу, пошли умылись. Вроде когда посуду помыли. Сейчас ну вроде ничего, но пить вроде как не рекомендуют, поэтому не пьём с крана. Вот в садик подвезли, тоже попросили подвезти. Это я водовоз. С водой можно было спокойно в свободном доступе набрать. «Я вчера успела набрать ещё до того, то есть сказали, что авария. Я набрала, у меня она в баночках стоит. Поэтому пока ещё не покупала». «Первый раз пришла за водичкой. Девять литров». «Придёте ещё, может быть?» «Думаю, что нет». На работу детских садов и школ авария не повлияла. «Поступила информация о том, что произошла авария с водоснабжением. Ночью отслеживали постоянно, во сколько вода прекратилась, во сколько поступила подача воды. Постоянно поддерживали связь с управлением по образованию. В 5.15 нам привезли цистерну воды. Мы заполнили полностью все имеющиеся ёмкости. В настоящее время дошкольное учреждение функционирует без сбоев». «В дошкольном учреждении производится слив воды, во всём дошкольном учреждении, с самого раннего утра. Вот такая водичка на сегодняшний день. Но воспитанникам мы эту воду не даём, так как у нас есть запасы бутилированной воды». «Вообще у нас где-то примерно на рабочий день на пищеблоке уходит около 50-100 литров воды для приготовления пищи. Нам завезли 300 литров. Это только на пищеблок. Ну и для групп, для деток была закуплена бутилированная водичка. То есть завтрак был приготовлен вовремя, то есть никаких нарушений нет. Это как бы всё идёт по режимным моментам в связи с как положено». «Одievedvertret «Урдор» Продолжение следует...